Партнеры, добрый вечер. У кого какое время суток, я не знаю, у нас присутствуют различные регионы, поэтому я постаралась пораньше провести сегодня конференцию, чтобы охватить как можно больше территорию. Итак, новости. Об двух словах новости все не расскажу, поэтому мы сейчас пойдем шаг за шагом по всему материалу, который необходимо знать партнерам для того, чтобы понимать, что у нас происходит и ближайшие, так сказать, действия компании. На сегодняшний момент инструменты, которые нам необходимы для продвижения MLM-подразделения, это те инструменты, которые позволяют иметь в руках реальный продукт, заниматься его продажами, это ID-шопинг. Нам необходим наш главный инструмент для обмена имеющихся в наличии монет, либо функционирующих уже в обмене наших монет нашей компании через свой обменник, это Умбрелла. И нужно понимать, что касается бизнес-площадки, бизнес-платформы, которая в 2020 году должна прирасти несколькими компаниями, что именно нам эти компании дают в плане развития доходности бизнеса, в плане получения дивидендов. Это важные вопросы, это основные вопросы, основополагающие, которые, в принципе, формируют наш холдинг. Поэтому ID-шопинг, я покажу сейчас каталог. Каталог – это черновой вариант. Почему? Потому что этот каталог, он постоянно дополняется. На сегодняшний момент мы ждем уже несколько дней запуск этой программы. В чем причина? Было сказано, что уже два раза система давала сбой при привязке каталога к основному носителю, для того, чтобы синхронизировать базу данных наших бэк-офисов и сервер, на котором хранится информация по нашим продуктам. Когда продукты прирастают постоянно, это именно каталог. Это каталог официальный ID-шопинг. На сегодняшний момент я показываю то, что готово. У нас некоторые страницы здесь не включены. Я просто постаралась новые продукты, которые еще вы не видели, добавить сюда. Но, тем не менее, уже вчера, в субботу еще файлы были. То есть еще продукция пришла. Очень много сейчас приходит сток продукции в офис компании основной в Португалии. Это наш первый шоурум, это первый наш офис, это первый наш, так сказать, логистический центр, который будет работать на ближайшие регионы. Можно, конечно, купить за наличку здесь. Пока Мигел не разрешает никому пользоваться наличкой, покупкой, ничего этого нет. Почему? Потому что необходимо сейчас создать основную базу демонстрационную, которая бы показывала насыщение нашей площадки продуктами, товарами. Это очень важно. Пришла новая партия очков. Мы помним, что многие уже видели очки, пришли очень красивые формы. Я вчера смотрела. Это наша карта, мы видим, да. Много чего добавляется еще. Сейчас шаг за шагом я обо всем расскажу. Просто я показываю, как будет выглядеть каталог. Описательная часть готова пока на одном языке. Это английский. Добавляем здесь футбольский и испанский с русским языком проблемно. Но сказали, по мере, в общем-то, загрузки каталога будет работать переводчик для того, чтобы мы могли получить в полном объеме информацию для пользования и русскоязычной зоны. Поэтому это важная часть. Важное почему? Вчера было сказано, что найдены ошибки, которые давали баг, найдены, и они на сегодняшний момент устраняются. Я думаю, что на этой неделе снова повторная загрузка уже произойдет информацией, и мы получим с вами доступ к ID-шоппингу. Почему? Это наиболее важная, наиболее значимая сейчас часть компании, которая включается как доходная часть нашей платформы и вместе с тем позволяющая нам с вами зарабатывать с помощью маркетингового инструмента, зарабатывать наши вознаграждения по продвижению товаров и услуг. Я сейчас остановлюсь на некоторых позициях еще здесь, которые вы не знаете, не видели. Это я уже показывала на прошлой конференции некоторые файлы эти. Это добавочные продукты, товары, которые постоянно приходят, линейка, которая пополняется ежедневно. Я уже говорила, что много договоров, которые были заключены на предварительной работе прошлый год, прошлые месяцы, они сейчас исполняются, и мы наполняемся продуктами, товарами и услугами, которые, вот новая сейчас остановлюсь на этом, которые у нас будут доступны через ID-шоппинг. Что это такое? Соль. Розовая соль, мы все об этом знаем, что это за соль. Кто не знает, я могу рассказать, что в принципе эта соль позволяет, а соль на аллергикам позволяет значительно улучшить свое здоровье. В общем-то она показана как солевые ингаляции, как применение, как ночники из соли, которые позволяют ионизировать воздух, показана очень многим аллергикам, а также больным в области внутренних органов, как и легкие, дыхательные пути. Это весьма и весьма полезный продукт, который на сегодняшний момент, мы знаем, что соль для употребления, да, вот такая розовая соль, удобная для использования в быту, она продается в супермарках. Так вот, изделия из розовой соли, а также соль в упаковке для пользования на кухне, вместе с тем ночники для использования постоянного ионизирования воздуха, у нас тоже уже это есть, уже поступили, в общем-то, сток уже есть у нас в шоппинге в нашем и есть в нашем шоуруме в Лиссабоне. Что это такое? Я говорила на прошлой конференции, что у нас карты, которые на сегодня мы имеем на руках, они будут заменены начиная с марта, почему? Потому что они заканчиваются, с началом апреля заканчиваются, поэтому кто не заказал, могут заказать и купить. Кто купил, всем будут заменены карты на карты нового формата, которые на сегодня, вся протокольная часть подписана, согласована, все это имеет место быть. Ко всему прочему, вот те POS-машины, POS-машины, о которых мы говорили, компания закупила, помните, тысячу штук первых. На сегодняшний момент две первых уже есть образцы у нас в шоппинге в Португалии. Два вида машин, я не знаю, в чем их разница пока, потому что только пока писательная характеристика, но стоимость в районе 400 и в районе 200. Это машины, которые принимают к оплате кредитные карты, а также с помощью QR-кода можно воспользоваться и оплатить товары и услуги биткоином и этериумом. Эти машины поступили. Почему это стало возможным? На сегодняшний момент эта услуга, которая весьма популярна и распространена, она очень затребована, скажем так, и без наличия, в общем-то, без наличия банковской структуры, которая бы увязывала в сетёжные отправления, платёжные деньги, криптовалюту, выпуск карт, и согласование с процессорами Visa и MasterCard возможности использования этой услуги сложно. Самым главным и основным, в общем-то, звеном, которое не позволяло максимально быстро завести в пользование системы, это было распространение лицензированной работы ID-банка на территории не только латиноамериканского континента, но и Европы и покрытия всего мира. Вот на сегодняшний день этот вопрос решён, подтвердил это всё Мигел. В районе, наверное, до третьей недели февраля очень многое у нас изменилось. В полном объёме будет функционировать наша платёжная система, применима не только для оплаты и вывода через нашу карту ID фиатных средств, но также для оплаты и вывода в нашем бизнесе. Поэтому ID-банк на сегодня готов, и это главное звено, которое позволит механизму, всему механизму платёжной системы работать бесперебойно и, самое главное, легально. Что касается вот этой карты, это, мы помним, да, наша ЕС-карта, которая используется для возможности покупки минут и подтверждения разговоров. Это, во-первых. Во-вторых, для возможности токенизировать наши минуты в тайм из мани в монеты и посредством монет обменивать на фиатные деньги, на наши умбрели, на нашем обменнике. То есть, покупая минуты, мы минуты можем отправить любому другому пользователю, вашему, я знаю, члену семьи, либо просто продать минуты. И эти минуты обмениваются на монеты, монеты обмениваются на умбрели, на фиатные деньги. Поэтому фиатные деньги либо биткоин. Мы помним, что наша умбрела, почему я говорила в прошлый раз о задержках и длительности запуска нашего обменника. Это обменник, который на сегодняшний день должен исполнять функции, ну, скажем так, банковской структуры. Почему? С наличием ID-банк наш позволяет нам иметь ID-банкинг онлайн. Поэтому каждый партнер будет иметь свой счет. Наличие банковского счета и возможности обменника принимать и отправлять фиатные средства на площадку. То есть наша платформа имеет возможность не только создавать пары криптовалютные, то есть обменивать на биткоин и эфир, а также принимать фиатные деньги, обменивать на криптовалюту и таким же образом криптовалюту обменивать на фиатные деньги и отправлять банковскими транзакциями. Это сложные, очень дорогостоящие, стоящий, самое главное, бюрократически длительный процесс, подтверждается он только при наличии определенных условий, а также страхования всех операций. Мы помним, что наша страховая компания проверяет уже который месяц, проверяет достоверность white paper каждой монеты, направленность применения этой монеты в той или другой области нашей жизни, не только экономики, здесь и финансы, и экономика, и сельское хозяйство, а также телефонный оператор. Очень много направлений, которые должны быть обоснованы реально применимыми контрактами. Именно в этом был некий тормоз, страховая компания, как сказал Мигел, подтвердила все white paper, поэтому срок третья неделя февраля у нас очень серьезные изменения произойдут. Поэтому наша карта ЕС, это не только купить возможность, их несколько видов, да, я показывала уже, что несколько будет тарифов, и вы можете покупать любой тариф в зависимости от того, что вы захотите получить, какие услуги за эти деньги. Это не только возможность воспользоваться этой связью, безроуминговой связью на территории 170 стран. Почему 170? В каком количестве стран представлены партнеры, а их 170? В этих странах, естественно, будет применяться наша карта. Почему? Потому что каждому выгодно, пользуясь этой картой, покупая минуты, оплачивать свою активность на ID-шоппинге для того, чтобы получать дополнительную доходность от нового маркетинга по ID-шоппингу. Поэтому это одна из услуг, которая нам приемлема для каждого. Более того, я уже сказала, что пересылая минуты своему корреспонденту, можно отправить эти минуты в обмен опять на Time is Money. Time is Money – это у нас носитель информации о использовании этой связи, который может быть обменен с помощью нашего обменника на фиатные деньги. Это услуга, которая интересна всем. Итак, следующий этап, когда же у нас Умбрелла начнет функционировать. Я не зря сказала, что третья неделя февраля. Я не могу давать точную дату, я бы сказала, даже после третьей недели. Почему? Потому что Мигел возвращается 18 числа в Португалию, он сегодня опять улетел. Он был один день вчера, и целый день был загружен. Так случилось, что я узнала, что он прилетел, поэтому, естественно, собирал он мастеров, собирал совещания, мы разговаривали нам по многим вопросам. И вот озвучена третья неделя почему. Он дал свой график сейчас посещения Африки. Сейчас Африка, не Европа. То есть там меняется все каждый день. Почему? Запуск всех технологических цепочек, которые в прошлом году были разработаны и подготовлены именно к старту, это не всегда совпадает с личным планом руководителя. Почему? Праздники, Новый год, январь, все страны по-разному отмечают этот период. Но, тем не менее, необходимость работать, подписывать документы и стартовать в этом плане, она очевидна всем, поэтому, как только появляется какая-то информация о том, что делать на этом этапе, Мигел сразу берет ее к сведению и исполняет. Сейчас он отправился в Ливию. Я говорила, что у нас, в принципе, мы имеем четыре монеты. И что такое наши финансы? Основное наше финансы – это вот три монеты. Немножечко позже, давайте, это все-таки услуги. И основная монета – финансовые отношения. Наш coin, Eagle Social Gold Coin, он базируется на добыче золота на нашей собственной шахте, которая на сегодняшний момент работает в полсилы. Полсилы почему? Потому что невозможно сразу вскрыть и загрузить работы все восемь шурфов. Поэтому на сегодняшний момент ограниченно добывается золото. И это золото продается, 50% идет на рынок, 50% подтверждение наших coin'ов. Для складирования их арендован, для складирования золота и хранения арендован сейф банк американский. Мы знаем об этом, уже неоднократно говорили. Все это прописано в документации, которую многократно и большому количеству партнеров демонстрирует Мигел в офисе. Желающие убедиться, посмотреть, должны только приезжать в офис. Публиковать эту информацию нигде не будет, ни на каких онлайн-носителях. Поэтому это все реальность. Но я уже несколько раз повторяла, что основные финансовые ресурсы, которые хотели бы резервным хранилищем использовать нашу монету для своих активов, это все-таки банки Африки. Три страны я называла. Одна из них это Алжир, где были. До Нового года президент Мигел был, сейчас он был, Буркина Фасоя говорила, перед тем, как вернулся в Португалию, сейчас он летит в Ливию. Это те финансовые потоки, которые на сегодняшний момент, вот все то, что было заложено в прошлом году по обоснованию этих сделок и подтверждению использования этой монеты именно как финансового инструмента, вот сейчас они приобретают уже реальные очертания и реальные сроки. Не буду говорить конкретные соглашения, какие он нам озвучил, но он сказал, дождитесь третью неделю февраля. Все идет в штатном режиме. Все, о чем я говорил на сегодняшний момент, все идет в штатном режиме. Январь, февраль, который был запланирован как старт реализации многих направлений бизнеса, компаний, на сегодня это все исполняется. Итак, наши три монеты, которые отражают развитие той либо другой области экономики, это агрокоин, экокоин и тайм из мани. Тайм из мани, я уже сказала, что это такое, это основной носитель, который будет хранить информацию на блокчейн о наших с вами переговорах, то есть использовании операторской связи. Что такое агрокоин? Это отношение в сельском хозяйстве производитель-потребитель. Многократно об этом тоже говорили. На сегодняшний момент агрокоин отражает, в общем-то, все движение информации на Алсур, нашей платформе Алсур, которая привязана к блокчейну, и платформа Алсур отцифровывает всю информацию, а также информацию о производстве и потреблении сельскохозяйственной и животноводческой продукции, большей частью на платформе Меркосул, большей частью, но не только. Меркосул, не буду повторяться, можно посмотреть Википедию, можно открыть интернет и посмотреть, что это такое. Это огромная, в общем-то, организация, серьезная организация, существующая уже более 25 лет. Партнерство в Меркосул на сегодня – это прерогатива на государственном уровне многих государств, не только Латинской Америки, Северной Америки, но уже и Европа, и Азия. Так вот, Алсур, используя эту информацию, большое количество партнеров на сегодняшний момент токенизируют информацию и пользуются смарт-контрактами для оформления стратегически важной бизнес-информации по взаимодействию в сельском хозяйстве на нашей платформе Алсур. Это отдельная тема, кто еще не совсем понимает, о чем идет речь. Об этом можно узнать, почитать, отдельно посмотреть, что значит перевод и хранение информации в смарт-контракты. Носителем этой информации является наш Агрокоин. Контрактное обеспечение, которое позволит легализовать нашу монету, а следовательно повышать постоянно ее стоимость на используемых площадках, это контракты по поставке сельскохозяйственной и животноводческой продукции, в частности, что конкретно уже объявлено. Контракты, которые, опять же, можно посмотреть в офисе, это на поставку птицы и говядины, бразильской птицы и аргентинской говядины в Китай. Огромное количество по свинине. Я в прошлый раз говорила, контракты все еще открыты. Я не знаю, как быстро состоятся эти договоренности, но мы стараемся, чтобы свинина поставлялась в Китай, из России. Есть предварительные наметки, в общем-то, над этим работают. Я думаю, что к концу февраля будет все понятно. Но уже 1200 тонн, 1200, извините, контейнеров 20-тонников птицы, первая партия уходит, ушла в конце января первые контейнеры, то есть отгрузка ежемесячная. И это те договоренности, которые достигнуты еще летом прошлого года, просчитаны фабрики, просчитано большое количество поставщиков. Договоренности по увязке этого бизнеса были весьма и весьма серьезными. Вот старт этой программы, он пошел с конца января. Не сказал дату Миген, но тем не менее это факт. Это факт тот, который подтверждает, что наша монета Агрокоин является отражением, реальным отражением, контрактным отражением работы, отношений в сельском хозяйстве и животноводстве. Что нужно сказать об Экакойне? Мы больше всего говорим об этой монете, потому что глобальная работа, которая на сегодня проводится в области применения технологии ПЛА, это строительство заводов, производящих посуду, упаковочные материалы из биорастворимого пластика, это на сегодня глобальная задача. Мы знаем, что многие страны уже приняли декларации на уровне правительства многих организаций, общественных ассоциаций, принимаются решения о замене химического сырья для производства упаковочного, пищевого, косметологического товара на биорастворимый пластик. Это серьезная тема. Уровень загрязнения планеты – это на сегодня проблема, задача номер один на самых высоких уровнях, которые следует решать уже вчера, не только завтра, а вчера. Мы об этом знаем. Угроза планеты наша весьма-весьма ощутима. Экозона, экоатмосфера нарушена настолько, что особенно водность в океанической среде настолько, что на сегодня уже практически промышленная ловля рыбы стоит под угрозой. В каком плане? Загрязненность воды такова, что практически вся вылавливаемая рыба и морепродукты уже имеют включение микропластика в своем организме. Это все ведет к экологической глобальной катастрофе. Поэтому этим вопросом на сегодня озабочены очень многие государства, и применение этой технологии для замены упаковочных материалов на биораспоримый пластик стоит не сегодня, а уже несколько лет. Китай производит. Вообще-то эта технология пришла 20 лет назад. Топинамбур, Маниока, Малайзия, где была изобретена впервые эта возможность применения отходов, биоотходов для производства этого пластика. Дорогостоящая технология, которая на протяжении всех этих лет совершенствовалась многими научными лабораториями во многих странах. Китай производит из крахмала картофельного. Существует технология переработки отходов кукурузы, также сахарной свеклы. Их много. Когда мы рассматривали презентацию ПЛА бизнеса, мы показывали несколько технологий. Там есть, по-моему, четыре технологии с характеристиками, какие необходимы затраты на получение продукции в то или в другом виде, насколько энергоемкие технологии, насколько они быстро самоокупаются. В общем, разница велика. Поэтому, когда была доработана в 2018 году технология по переработке отходов сахарного тростника, то возможность ее промышленного применения стала очевидной. Почему? По сравнению с другими технологиями, именно эта технология позволяет максимально быстро в течение двух лет окупать себе стоимость построенного завода, выдавать продукцию. Более того, возможность открытия второй, третьей, четвертой, любой линии дополнительно, первой уже существующей линии, позволяет на местных ресурсах производить гранулы. И далее необходимое количество линий открывать и производить различные виды упаковочных материалов. То есть там уже все будет зависеть только от оборудования. Поэтому наша технология получила признание и запатентовав технологию в 2018 году, в 2019, в феврале 2019 был создан, он был создан ранее, но сформирован и легализован холдинг ПЛА был в феврале 2019. Это длительные процессы. Мы знаем, что такое патентная работа. Поэтому, когда смогли документально оформить все вопросы по продвижению этой технологии, именно ПЛА технологии нашей структуры через холдинг Феникс, это 2019 год. При этом нужно сказать, что наработки, которые велись на протяжении трех-четырех лет до этого, уже, конечно, привлекали внимание многих стран, из личных контактов, конечно. Поэтому, собственно, и возникли первые заказы на применение этой технологии строительства заводов. Это Бразилия, там латиноамериканские рядом страны стоят, там стоит Аргентина рядом, Мексика, также Пакистан и Соединенные Штаты. Почему? Потому что там очень тесны связи мексиканцев с Соединенными Штатами. Мы знаем, что юг Соединенных Штатов это практически испанский язык. Поэтому латиноамериканский континент, Центральная Америка и Северная, это наиболее быстрое распространение информации о чем-то ценном и, самое главное, удешевляющем производство и понижающем себестоимость выхода продукции. Эта информация всегда применяется в первую очередь. Именно поэтому первые заводы, договоренности о строительстве первых заводов и были заключены именно там. Что сказал Мигел по итогам поездки в Бразилию? Я уже говорила на прошлой конференции, но важно понимать, что вопрос о строительстве заводов. Это дело решенное, финансирование начинается, вот буквально сейчас, первых дней февраля, начинается финансирование. В этом я тоже говорила, первых двух заводов по строительству ПЛА на территории Бразилии. Почему так? Потому что уже продукция одного из заводов будет поставляться на завод по разливу воды в Соединенных Штатах, который использует нашу бутылку. Этот тоже завод уже начинает строиться сейчас в феврале. Это все идет при посредничестве ID Identification. Далее, возможность распространения технологии в Пакистан, затем в Индию и в Россию. В Пакистан практически закончены переговоры. Вот на сегодняшний момент договоренности по траншам, по этапам строительства должны быть подписаны и еще не подписаны. По Индии переговорный этап в стадии подписания договоренностей. По России мы тоже знаем, что в стадии недоговоренности, а сдачи документов. Документы всего время были сданы, они сейчас рассматриваются. Я думаю, что в феврале этот вопрос тоже будет решен. Коснемся того, что потребовало легализации в плане документации. Когда встал вопрос, мы помним, что патент был национальным патентным агентством в Бразилии, был за номером выдан определенным, но, как оказалось, для того, чтобы технологию продвигать и возможность строительства на различных странах и континентах осуществлять с помощью этой технологии заводы, именно при финансировании местных структур, необходимо международное патентное подтверждение. Так вот, он как раз сейчас озвучил вчера последние цифры и последние даты, когда по патентам применения технологий не только мы помним, что у нас еще есть технология сжигания мусора и технология получения электричества, пиролизного сжигания мусора и получения электричества несколько в другой форме по технологии этой, которую предоставила Россия, это заняло определенное время и определенные средства. Так вот, он сказал, по патентам вопрос решен. Это открывает и развязывает руки сейчас вести переговоры не только с теми потенциальными партнерами у нас сегодня были при формировании бизнес-заказа на завод ПЛА, но и отдельно просто в этой технологии заинтересованы практически все государства, имею в виду пиролизное сжигание мусора и этот вопрос по патентным отношениям, по собственнику этой технологии, как он сказал, решен с патентами международным агентством. Это очень важно, да, это опять дорогостоящая операция, но это очень важно, потому что правообладатель мы знаем, только он имеет возможность, имеет право предлагать ту либо другую технологию без последствий, которые могут возникнуть в случае других претендентов, поэтому Мигел был очень, он юрист, он очень заинтересован в легальном продвижении бизнеса, только легальном и именно в том виде продвижения, когда впоследствии не возникнут причины, да, всевозможных проверок, остановки бизнеса, либо каких-то еще дополнительных расходов, поэтому он все делает согласно буквы закона, это очень важно. Далее, что касается запуска Умбрелы, на сегодняшнем этапе, по ПЛА я уже все сказала, это именно тот бизнес, который на сегодняшний момент дает подтверждение, вернее, сохранение информации, ее запечатывание смарт-контракта и хранение на блокчейне, носителем этой информации является Эко-коин, так вот, эти контракты подтверждают именно наш Эко-коин, его применимость, его необходимость, естественно, с развитием этой индустрии, с увеличением количества построенных заводов, цена Эко, вы понимаете, куда будет идти, ну, трудно представить пределы, чем больше заводов, если у нас этот год 4 завода, 20-й год, я уже озвучивала цифру на 21-й год, заявка на 20 заводов, заявка, то есть первые 4 входят в действие, заявка на 20 заводов, и на ближайшие 4 года на 200 заводов, заявка имеет место быть, почему, потому что такая технология нужна всем, единственное, что нужно проверять, всегда очень сложны первые шаги, поэтому, если сейчас мы справляемся со всем, наш холдинг справляется в 20-м году со своевременной сдачей объектов в действии и подтверждает уже в реальности производимой продукции, ее использование, подтверждается ее ресурс, то есть, там мы помним, да, 3-6 месяцев разлагаются без остатка, поэтому все вот это в примере в реальности и дает подтверждение необходимости использования этой технологии, следовательно, следующие шаги 22-й, 23-й, 24-й год, это уже годы, когда технология просто будет дублицироваться на всех континентах, потому что заинтересованы в ней многие, я просто так вкратце скажу справочно, что допустим технология производства из отходов сахарной свеклы, подобной упаковочной посуды, она занимает 6 лет выхода в ноль, то есть, окупаемость ее до 6 лет, не 6 целиком, но до 6 лет, нас уже 2 года, то есть, себестоимость различна и окупаемость в разы меньше, что сразу выводит этот бизнес в прибыльную часть гораздо быстрее, поэтому это всем интересно, это эко-коин, все эти коины выходят впервые для обменивания на эквивалент биткоин и эфир на нашей умбреле, в начале умбрела и параллельно естественно коин маркет кап, на все остальные обменники, их 7, мы помним, это следующий шаг, почему компания решила сделать пробным вывод монет на свой обменник, чтобы не дать, мы понимаем, что такое выход в общий оборот на большом количестве обменников без действующих механизмов подтверждения себестоимости монеты, чревато тем, что стоимость монеты можно опустить, поэтому на сегодняшнем этапе у нас 1 доллар, стоимость каждой из этих трех монет должна быть подтверждена обязательно и единственным рычагом, который позволит это сделать на стартовом этапе, это создание своего обменника, именно в этом задача умбрелы, все гораздо проще с нашим золотым коином, потому что для этого есть международный эквивалент стоимости золота, лондонская биржа, мы знаем, мы знаем эквивалент, какой мы в бэк-офисе у себя это видим, там проще, а вот эти три монеты на старте, пока понимание, что это за монеты, их физическая составляющая будет известна повсеместно, вот тогда уже естественно ниже доллара монета никогда не сможет быть опущена, почему, потому что можно конечно остановить торги и на любой другой бирже, но мы прекрасно помним, что любая биржа, когда производитель либо создатель технологии останавливает торги, он должен платить неустойку биржи за дни простоя, мы это помним, поэтому компания пошла путем наиболее рациональным для сохранения наших с вами средств, то есть в начале это умбрелла, когда понятен стал механизм обоснования легальности применения монет в области учета информации на блокчейн и необходимость использования этих монет в весьма значимых подразделениях нашей жизни экономики и финансов, то это уже гарантирует нам, что монета никогда не будет ниже одного доллара, а с развитием ее применения в этой области будет только расти. Янгей, что-то понятно, поэтому умбрелла это следующий инструмент, который после запуска ади-шопинга сфокусируется вся команда на запуске этой части непросто, почему так? Умбрелла готова давно, я об этом говорила, на прошлом вебинаре я обосновывала, рассказывала, почему так долго затянулись все эти процессы со страховой компанией. Страховая компания нам гарантирует оборот 100 миллионов в месяц, это очень серьезные обороты, естественно, все компании, которые серьезно относятся к своему бизнесу, подходят к серьезным проверкам, всегда проверяют разработки, которые представляются для тех либо других функций, и поэтому обеспечения вайтпеппером монет, агрокоин, если у нас по эко-коину были готовы все договора строительства заводов и это все реальность, то по агрокоин и по тайм из мани еще стояли вопросы открытыми. На сегодня Мигел подтвердил, что все в порядке, сданы, говорят, за февраль эти вопросы бюрократические все будут разрешены, но теперь еще и завод этого инструмента, то есть привязка его к действующим бэк-офисам каждого партнера синхронизации, это следующий этап после айди-шоппинга. Айди-шоппинг я надеюсь, что мы на этой неделе уже получим. Я задала вопрос по обучающим материалам по айди-шоппингу, нам необходимо владеть информацией для того, чтобы понимать, как продвигать продукты. Допустим, вот по соли я уже прочла, аннотация такая достаточно серьезная, я прочла, я понимаю, что такое розовая соль, для чего она необходима, там краткое описание, но тем не менее уже всем понятно, что и как. Каталог загружается всеми продуктами, на сегодня это главная работа, которую они увязывают и оформляют нам доступ из бэк-офиса каждому партнеру айди, поэтому, закончив эту работу, запустив айди-шоппинг, занимаются умбрелой. Умбрелла за февраль должна зайти в действие в обязательном порядке. Почему так? Потому что следующим этапом у нас является запуск нашей платежной системы в полном объеме. Мигел повторил, что наша платежная система это не только умбрелла, это айди-банкинг, это умбрелла, и это использование нашей карты наряду с возможностью производить оплаты через биткоин и этериум с помощью наших машин POS. Все эти подразделения, все эти детали бизнеса, они должны быть увязаны в течение марта месяца, платежные. Отдельно все готово, я уже сказала, по запуску ID нашего банкинга онлайн, это тоже серьезный процесс, и тоже должна быть синхронизация каждого бэк-офиса, но протокольная часть готова, есть протокольная часть договоренности с процессорами, есть у нас 5000 первых карт и мастер, и виза-карт готовы к замене, ведь год занял этот процесс, год, мы получили первые карты, мы помним, когда год этот процесс занял для того, чтобы начать их использовать в полном объеме при необходимой легализации всех инструментов, но тем не менее компания сейчас меняет все бесплатно, подтвердил он, что будет отправляться почтой, не нужно никому ничего подтверждать, бэк-офисы у всех есть и все видно, у кого проплачена виза, либо мастер-карт, он сказал, что это все уже в полном объеме, вся информация будет дана. Еще один момент, на котором я хотела остановиться, после марта у нас идет запуск программы, которая тоже является доходной частью нашей платформы, мы все помним ID-драйвер, мы много об этом говорим, функционировал ID-драйвер локально в начале Бразилия, потом Аргентина, на сегодняшний момент ID-локализацион, как они сказали, программа называется, это ID-драйвер в использовании в территории, на которой уже распространено, работает это приложение, где эта услуга уже применяется, вот здесь вы видите, это перечень стран, Мигел разрешил сделать этот скрин, и я файл показываю, то есть мы видим, что от латиноамериканского континента уже перешли Мексика и Соединенные Штаты, на сегодня еще не готовы, но в общем-то лицензируется эта услуга на Европу, не только Европу, он сказал, что многие регионы, поэтому это будет доступно в перспективе, в ближайшие первые полугода 2020 года будет доступна эта услуга на большом количестве территорий стран. В чем для нас необходимость получения этого сервиса? Прежде всего, это тоже обоснование нашего эко-койна. Почему? Потому что ID-драйвер работает в рамках защиты окружающей среды на электромобильных моторах, то есть у нас эта услуга предоставляется только с тем автомобилем, который использует электромобиль, только тем владельцам, которые используют электромобиль. Компания предоставляет свой парк электромобилей и приветствует также всех тех, кто хочет воспользоваться этим приложением, владельцев электромобилей, которые бы хотели работать в рамках этой программы. Свой парк на сегодняшний момент, мы помним, что первый парк начал формироваться в 2017 году. Информацию по ID-драйдеру ждавала многократно, это была только Бразилия в начале, потом Аргентина. Мы помним, что начиная с 2017 года заключены соглашения, почему Бразилия? Заключены соглашения Бразилия-Китай в рамках ассоциации развития бизнеса Бразилия-Китай, вице-президентом которой является Клаудио, были заключены соглашения по освоению очень большого количества долларов, там, миллиардах, и строительстве на территории Бразилии заводов по производству батарей, электродвигателей, для электромобилей, поэтому на сегодняшний момент, мы помним, первый камень такого завода был заложен в сентябре, это отдельный процесс, который идет параллельно нашему бизнесу, это параллельно осваиваемый рынок электромобилей, который увязан тесными отношениями этого бизнеса с ID-шоппингом, но через, извините, с ID-идентификейшн, но через использование именно направление ID-драйвер, там определенные свои договоренности, там целый пакет увязок по взаимодействию, но ID-драйвер является частью нашей платформы, поэтому многие моменты, многолетняя работа, которая была проведена предварительно, многие моменты на сегодня отражают уже результат, мы с вами видим, и это уже де-факто, вот он показал, что мы в ближайшем времени, как только все протокольные части будут закончены, протокольные согласования по поводу выхода на большее количество регионов в легальном поле получат, доступ к ID-локализу САУ будет доступен в области ID-драйвера, будет доступен через приложение любому, кто захочет воспользоваться, тогда проще будет говорить по этой теме, но тем не менее это тоже уже реальность. Что я хотела бы еще сказать в этом направлении, компания ведет переговоры не только в области продвижения этих уже проторенной дорогой, наверное, технологий, которые годами разрабатывались, совершенствовались и на сегодня уже дают результат. Компания ведет переговоры с компаниями другими, которые бы хотели бы в партнерских началах либо слияние с платформой, то есть участвовать в бизнес-платформе холдинга Феникс как либо партнер, либо составная часть, либо какие-то партнерские отношения для развития того-либо другого направления в области строительства, чего-то нового, развития каких-то технологий. Поэтому я уже говорила, что у нас мы вскользь говорили, потому что не было конкретики. Сейчас Мигел подтвердил, с Каннабис договоренности по слиянию заключены. То есть мы помним, американская компания Каннабис, которая пыталась самостоятельно привязывать MLM-инструменты и выходить на рынок. Это все непросто, но использование медицинской конопли это на сегодня тема, которая получила свое развитие, второе дыхание, скажем так, вторую жизнь. Поэтому использование нашей площадки ID-шоппинг для продвижения этого продукта при наличии уже 20, почти 8 тысяч партнеров, это гораздо проще, чем начинать сначала. То есть проще участвовать в системе ID-шоппинга не слияния бизнеса, а совмещение интересов через площадку ID-шоппинг, это на сегодня направление, в котором работает наша компания и понятное дело, что будет много предложений других компаний, которые работают в области экосистемы планеты, сохранения экологии планеты, развития, наверное, совершенствования питания экологически чистого. поэтому много направлений, где совмещение интересов совпадают у компаний, которые уже существуют, либо только выходят на рынок, и нашей корпорации Phoenix через инструмент ID-шоппинг, который является одной из доходных частей нашей бизнес-платформы, нашего холдинга. Это все, что касалось новостей. Еще один момент я хотела бы сказать по поводу намерения ID в феврале закончить расчетную часть по всем дивидендам, по всем задолженностям, по выплатам и один серьезный, ну, наверное, так, серьезная информация по поводу совершенствования нашей платежной системы. Мы помним, что Медел часто повторяет, мы всегда, мы никогда не закончим работу, мы совершенствоваться будем всегда. Я в очередной раз вчера, как это принято обычно было, очень много в личках получаю запросов, обосновать, разобраться у кого-то, что-то так, либо не так, в очередной раз там претензии были, что что это такое, у нас в декабре есть невыплаты и так далее. Мы помним, что Медел стремится выплачивать за месяц, за текущий месяц, как правило, все задолженности. Он мне вчера показал новую, показал, я сама это своими глазами видела, новая система учета наших выплат. То есть, что получается, если ранее Медел вынужден был подтверждать и искать, то есть на это уходило очень много времени искать по датам задолженности, сам на сегодняшний момент он набирает декабрь, открывается декабрь задолженность. Так вот, задолженность декабрь у нас в нашей структуре три человека, один из них я, поэтому два человека структуры, два декабря, нет декабря задолженности. И если эти не попали, он объяснил, почему. Сейчас новая система формирования, она уже автоматизирована. Каким образом? Кто-то, значит, подтвердил вывод у себя, то есть запросил деньги на вывод. Раньше это все, в общем-то, мы ждали долго эту систему, это проистекало в порядке в каком, то есть очень большое количество запросов, очень большая расходная часть платформы, у нас краудфандинговый бизнес и первый год, естественно, это затратная часть на формирование бизнеса. И, в общем-то, не совпадали эти наши интересы, потому что очень большая затратная часть шла, но на сегодняшний момент, я уже говорила об этом, начиная с января, прекратилась затратная часть на формирование платформы. Сейчас это чисто договорная работа по активизации уже этого бизнеса, поэтому что происходит? Мы запросили на вывод. У нас стоял в начале 3, потом 5 дней, нам говорили, будет до 5 рабочих дней. Почему? Как это происходит? Формируются блоки из 25 платежей. Вот формируются блоки, то есть на сегодняшний момент я могу упасть в любой блок, допустим, я запросила вывод, мы можем запросить в один день, в разное время, планета большая, я запросила вывод, формируются блоки и блоками по 25 платежей они подтверждаются и уходят в процессинг. Поэтому кто не успел в этот блок, он может быть, вернется процессинг опять на пендинг до следующего блока. Но автоматизация это вот сейчас до конца февраля будет закончена в 5 рабочих дней, а как сказал мне Дилл, будем и сокращать эти дни, то есть сама система в 5 рабочих дней будет обрабатывать все заявки на платежи. Программисты над этой системой работали долго и я ее увидела сейчас уже в действии, то есть не нужно никого искать, не нужно ничего смотреть. Набирается период и все высвечивается конкретно задолженности. У кого чего есть, у кого нет задолженности. На сегодня 1 январь. Если не ушли два последних, они просто не попали в блоки, формировался следующий блок. Все. Поэтому на этом этапе вот разговор о том, что вот выбирает он избирательно, кому-то дает, кому-то не дает, давайте мы их прекратим раз и навсегда. Недел больше ничего не выбирает, эта система готова и эта система уже функционирует. Доказательно, он вчера показал очень много примеров, он разрешает смотреть, это все на большом экране, абсолютно видно, как это функционирует. Поэтому до третьей недели февраля, почему я говорю, будет закончены вот эти работы, почему они стремятся до конца февраля все это закончить, чтобы все было готово к запуску в марте полноценной платежной системы. то есть система подтверждения запросов на вывод, она теперь вот так усовершенствована, плюс возможность запуска умбрелы до конца февраля, мы это уже поняли, то есть это все механизмы, которые являются составной частью нашей платежной системы. Вот, собственно, все новости, которые я хотела сказать. Да, еще один момент. По Дубае, мы все ждем информацию по Дубае, предварительно было объявлено в февраль, естественно, теперь никакой февраль быть не может. То, о чем я говорила на прошлой конференции, невозможно понять, когда закончатся вот все эти бюрократические совещания и договоренности, которые необходимы нам с вами в том числе. Вы видите, что сейчас до 18-го числа его не будет, поэтому это будет март. Я не знаю конкретно, какая будет дата марта, вот вернется 18-го числа, тогда он скажет, мы не можем брать сейчас билеты, не знаю точно, когда, в общем-то, сможем договориться. Единственное, что в марте же в обязательном порядке мы подтверждаем конференцию в России, поэтому, опять же, не знаю, как и где Казань, определяемся Казань, где, а вот как это оформить, я думаю, что во второй половине февраля мы найдем возможность дать подробнее информацию. До этого момента мы определимся, естественно, я думаю, вот первая неделя мы определимся с казанцами, кто берет на себя ответственность по подготовке, потому что это средства, это договоренности, это зал, это серьезная подготовка, мы определимся, а какая дата в марте, я не могу сказать, но я думаю, что это будет до Дубая, не могу сказать, пока что договоренности вот такие, в марте обязательно Россия, и в марте обязательно будет Дубай. Какой период, когда, и что именно, что за чем будет следовать, узнаем чуть позже. Вот, собственно, все, что я хотела сегодня сказать. Global Star Club Возможности безграничны.